Всем привет, бандиты! С вами Осидж, это мое новое видео, как я купил себе супер нападающего в команду, да! Еще хотел бы сказать большое спасибо Максимка Футбол Ченнел, ссылка на него находится в описании, подписывайтесь, крутой чувак, который снимает ФИФУ. Да, может именно вы его замотивируете снимать прикольные ролики дальше, так что обязательно подпишись, напиши от Осиджа, и ему будет приятно, и это замотивирует, я думаю, его снимать ролик. Так что давайте специально подпишемся на него, чтобы он снимал ролики, а не ленился. Почему это верно зубастик Роналду? Вы сейчас удивитесь таки, в смысле зубастик Роналду? Почему ты себе его купил? Во-первых, у меня был бюджет 150 миллионов, на тот момент он мне подходил в состав, потому что давайте перейдем с вами на рынок и посмотрим, ну да, цена снизилась на этих игроков, на всех, и смотрим, что самый дешевый игрок, рейтинг 99, стоит 111 миллионов. А другой Рафаэль Ляо, например, 120, но наш Роналду 148 миллионов, сейчас прыщи. А нахрен ты откупился Роналду, а? Ты же мог себе купить Рафаэль Ляо. И кстати, подписывайся на мой телеграм-канал, ведь там сейчас происходит розыгрыш Абика, и именно у тебя есть шансы его выиграть. Так что дерзай по ссылочке в описании. Потрать деньги, и ты поймешь, что это машина для убийств. И я понял, в действительности, этот нападающий лучше того же Эрлинга Холланда, который у меня был сотый, буквально ранее. Я продал Эрлинга, и соответственно, у меня появились бабки. Ты сейчас спросишь, откуда у тебя бабки? Ты что, квартиру в Москве продал? Нет, а все просто. Буквально пару дней назад, в первый день Тоти, мне выпал сам Жюри Биллингем, вот он. Просто выпал Биллингем за 200 миллионов, и я сразу же его побежал продавать, как бабка на рынке трусы. И продал его за 200 миллионов. Чисто мы получили 175, и как раз таки на этот баланс мы купили Эрлинга Холланда. И через пару дней мы уже продав Эрлинга Холланда, купили себе Зубастико Рональду. В чем плюс самого Рональду? Так давайте посмотрим, что на 99-м рейтинге этот суперфутболист имеет пейс 130. А это быстрее, чем ваш отец, который убегает из семьи. Также удары у него 120, понимаете? 120 у него удары. Пассы 91. Триблинг 126. Защита она ему нахрен не нужна. Физика 92, понимаете? Это просто не игрок, а убийца. Причем еще вкачав на 5 рейтингов, у него еще лучше все получается. Также у него просто, у него сумасшедшие характеристики в целом. У этого игрока таланты те же. Скорость на дриблингах. Точные удары. Удары это просто пушка. Если он бьет по воротам, там просто если бы Фифули могла прорисоваться графика прорывания сетки, я думаю, каждый удар к Роналду, сетка прорывалась и пару арабских этих помощников студии бы зашивали эту сетку после каждого удара в ворота от Роналду. Поэтому я считаю, что это сумасшедший игрок, который купил себе в команду и не жалея. Кто-то скажет, а зачем ты его купил сейчас? Цены-то упадут, постойте. А он нужен мне сейчас в команду. Понятно? Сейчас. Я его себе поэтому купил. Потому что других игроков, давайте рассмотрим. Того же же Пушкаша, например, да. У него удары супер и все прочее в целом по характеристикам лучше выходит. Но есть одно но. Он стоит на 50 мультов дороже. Это раз. А зачем нам игрок, который на 50 мультов дороже? Вот так вот. Другие игроки, например, Георг Миллера могли взять сотого. Ты скажешь, да, круто. Но суть в том, что на тот момент он стоил в разы дороже. И мы такие, блин, ну так-то да. Зачем тогда нам игрок гораздо дороже? Терлинг Холланд это бревно. Харри Кейн в теории выглядит сексуально. Это реальная карточка, рейтингом 100. Но он тоже, если так подумать, то выходит как нольцы. Давайте посмотрим вот статистику. Харри Кейн в действительности имеет гораздо ниже скорость, удары, пасы, дриблинг, физика. То же самое. Но, конечно, поэтому у него карточка и выходит. А, у него карточка еще выходит и дороже. Несмотря на то, что у него характеристики гораздо ниже. Да, у него больше всяких там потенциалов. У него удар, допустим, с шведовой, если неудобная нога. Но суть в том, что Роналду может бить двумя ногами. Он бы мог еще и пяточками, и руками бить, если можно было бы. Поэтому я считаю, что это супер нападающий. Сейчас вы видите, в этот момент, пока я рассказывал, его всякие голы, финты и дриблинги. Вот, поэтому я считаю, что я не поступил правильно. Давайте так будем, в целом. Вот, что купил его к себе в команду. Несмотря на то, что я мог купить... Кого могли купить? Душа Вера и Санта еще не могли. Да у нас было 150 миллионов. И за 150 миллионов Мухаммеда Салаха можно было, конечно, взять. Кто-то скажет. Так вот, ты же мог Салаха взять себе в команду. В команду Салаха. Давайте посмотрим Салаха характеристики. Что тут у нас? Где этот Салах-то? Салаха вообще спрятался. Он не хочет у нас появляться. Реально, где Салах-то? Вот мы такие, мы же можем Салаха взять. 99-го. Так давайте посмотрим характеристики Салаха. Если у меня будут такие же настройки, как у Рональду. У Рональду. Даже 20... Мы берем 20-ю тренировку. Вот Салах, окей. 130 пейс. Окей, тут не поспоришь. Он... Хотя нет, он нихрена не быстрее. Он равносильный нашему старичку. Нашему Рональду. 130 пейс. Окей, у них равный пейс. По ударам уже выигрывает Рональду. По пасам выигрывает, окей, Мухаммад. По дриблингу тоже выигрывает Мухаммад. По оборонке одинаково, по физике одинаково. Ты скажешь, а что такое? Ну и одно но. Но есть одно но между этими игроками. То, что у Салаха одна рабочая нога. А Рональду может двумя ногами... Не как по нему, конечно, работать. Но забивать он может. Так что я решил выбрать именно этого игрока. Да, может поспешил, может не поспешил. Пиши, кстати, кто у тебя на острие атаки в нападении. Мне интересно почитать, какой суперфорвард у тебя стоит в нападении. Всех спасибо. Обнял-поднял. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok